Как положено начну, желательно начать с хвалы Всевышнему Аллаху, с благословения и приветствия пророка Мухаммада, его сподвижникам и его роду. И после уже положено приветствовать наилучшим из приветствий, ассаляму алейкум и рахматуллахи таалява баракату. Здесь вы наверное по разным передачам видели выступления имамов, а также читали в газете «Аслам» или «Нур-Ислам», вот эти буклеты раздают, что ислам это религия мира, добра, что убийство одного человека подобно убийству всего человечества. Об этом постоянно наши духовные лидеры нам говорят. Но бывает так иногда, что то, что сами говорят, люди сами не делают. Поэтому мне хотелось бы привести, и есть у людей, особенно у далеких от религии, у таких людей есть основания так говорить. Могут спросить, если ислам религия мира и добра, почему убивают этих женщин и детей, почему захватываются роддомы, почему захватываются школы, где учатся маленькие дети, называя себя мусульманинами и так далее. Это делается потому, что эти люди ничего общего с исламом не имеют. Допустим, если я начну вот здесь пьянствовать, пьянствовать и говорить, я учитель школы, я сотрудник светского образования. По мне, если вы дадите оценку другим нашим уважаемым учителям и скажете, что все ученики школы и все учителя школы это пьяницы, это будет очень несправедливая оценка. Поэтому, во-первых, такую оценку давать тоже всему исламу нельзя. Мы приведем вам примеры, как поступали настоящие мусульмане со своими даже врагами, не то что союзниками, с товарищами тоже расскажем. Но для начала расскажем, как поступали представители ислама со своими врагами. Вы знаете, наш пророк Мухаммад при начале своего призыва его угнетали, его с подвижников убивали, мучали всякими различными пытками, чтобы они отреклись от ислама. Все равно они не отрекались от ислама и они были вынуждены переселиться, оставив свой родной дом. Я недавно вернулся из Мекки, там очень тепло было и никаких проблем тоже, все хорошо, но все равно мне хотелось вот сюда прийти домой к себе. Это очень трудно, свой дом оставить и переселить. А они вынуждены были переселяться, оставив свои дома, неизвестно куда, они еще не знают, что там их ждет. Меня там ждала гостиница, тепло и так далее. Но эти люди не знали, куда они идут. Просто ради Аллаха переселились. После этого этих людей, против них имущество, их осталось в Мекке, это имущество оставшиеся язычники разграбили и продали. Организовывали военные походы, дабы истребить их всех. Военные походы против мусульман. Там тоже их пытались не оставить в покое. Ну, после чего пророк, саллиху асалям, собрал вокруг себя сподвижников, мусульман стало больше и они пришли в Мекку. Пришли в Мекку и тогда пророк, саллиху асалям, получил полную власть над своими врагами. Люди, которые убивали тебя, люди, которые воевали против твоего государства, он получил полную власть над ними. Что же он сказал? Он их спросил, что вы думаете, что я сейчас с вами сделаю? У меня же власть над вами. Они сказали, ты наш брат милосердный и человек из нашего племени, ты милосердный. Вот так сказали они. Они сами тоже знали, что он был милосердный всех. Даже будучи его врагами, они оставляли у него деньги на хранение. Потому что они знали, что он доверенное лицо, что он не поддается страстям. Пророк, саллиху асалям, сказал им, идите, вы все свободны, сказал им. Это была война. Капитулировала враждующая сторона. Что мы сделали, Россия и этот, с фашизмом, когда они капитулировали? Россия говорила, давайте их казнить всех. И правильно говорила. Потому что наш народ истребили о них. Но из-за давления союзников пришлось сделать суд над ними, нюрнбергский процесс. Большинство из вас, наверное, знает это. Тогда тоже через суд виновники были наказаны и их казнили всех. Правильно сделали. Я не оправдываю фашизм. Но пророк, саллиху асалям, если бы он этих людей казнил, его никто не мог бы приказать. Если бы он казнил своих врагов. Потому что они убили его близких людей. Они воевали против них, дабы убить его. Он все равно их помиловал. Ничего им не сделал. Далее, находясь в Медине, пророк, алей-саллиху асалям, жил с этими иудеями в Маса-Сетске. И один иудей постоянно бросал мусор перед пророком. Постоянно мусор бросал. На зло пророку. Ничего не может он сделать больше. Пророк, саллился, убирал этот мусор и шел дальше. Один из прекрасных дней он обнаружил, что этого мусора там нет. Значит, что-то случилось. Пророк спросил. Рассказали, что его сосед иудей болеет. Тогда пророк сказал, что сосед болеет, надо навестить. Пошел его навещать. Увидел он его. Начал дрожать. Какой бы человек ни был подлый, какой бы он ни был враг, при смерти человек одинаковый становится. Какой бы он ни был грешник, при смерти он уже успокаивается. И он вспомнил это, все, что он делал. Ему стыдно стало. Пророк, саллился, пришел. Он говорит, ты, как здесь оказался? Неудобно же ему? Пророк, саллился, ему говорит, ну вот этот обычный, свой привычный мусор я не нашел. Я спросил потом, где он. Сказали, болеет, соседи болеют, надо же навестить. Я пришел туда. Он заплакал и сказал, ашаду, аля, илля, аля, ашаду, мухаммад, и принял на месте ислам. Вот как ислам распространялся. Вот таким образом. Далее, однажды халиф Умар, это после перехода пророка, саллился, мир иной, халиф, правильный халиф Умар, шел по городу, он всегда смотрел, что как за своими подданными наблюдал. И он видит одного попрошайка у старика, он так идет, руки тоже у него дрожат, старик, он говорит, это кто? Почему он попрошайничает? Они говорят, это наш человек, которого мы опекаем. То есть мусульман, когда в мусульманском государстве живет иноверец, то есть человек, исповедующий другую веру, этот человек выплачивает какой-то налог, и мусульманская, это не дань, это налог, который мы тоже сейчас выплачиваем, да? И за этот налог, этого человека, мусульманская республика, государство, обязана его сохранять. Его все эти нужные потребности исполнять. И Умар увидел этого человека и говорит, это вот такой иноверец нашего, который находится под нашей опекой. Он говорит, всю жизнь мы у него налоги собирали, это тоже не бесплатно было, за опеку было это. Всю жизнь налоги у него собирали, а когда он стал постарел, и уже стал недееспособным, не может зарабатывать, мы что, его заставим попрошайничать, что ли? Оно быстро обеспечит его цен необходимым. Сказал халиф Умар. И вот этот Иерусалим, тоже Иерусалим, когда Умар, разли Аллаху, туда пришел, эти, вот эти, которые находились там, вот эти главные люди, они сами принесли ему ключи. За что они ему ключи принесли сами? Потому что они, вот эти, вот такие примеры, были наслышаны, всякими вот такими примерами. Далее, Саладин. Вы знаете, крестовые походы, можете же здесь в школе изучали. Когда крестоносцы захватили Иерусалим, кровь жителей Иерусалима достигала колен. Всех перебили они. Источник этого, источник того, что я говорю, это святые воины из передачи, где выступают ученые, англичане, всякие вот эти светские, как говорится, ученые. Они рассказывали, что вот так захватили они Иерусалим. Перебили всех. Женщин, детей, стариков, всех. Они считали это священным своим долгом. Вот эти тогдашние крестоносцы. Когда Саладин через около 100 лет захватывал этот же, завоевывал этот же Иерусалим, эти историки говорят, эти историки говорят, этим жителям Иерусалима, говорят, было чего бояться. Почему? Потому что они истребили там всех. И они думали, что Саладин так же поступит с ними. Саладин это исламский, мусульманский полководец. Когда они отдали, он сказал, отдайте нам этот город. Они не согласились отдать, начали воевать. Они когда уже начали проигрывать, тогда сказали, мы отдадим вам теперь город. Он когда этот город, они сдали, этот Саладин, такое милосердие к этим людям проявил. Тоже говорят эти же ученые. Они были шокированы. Вот до того он отпускал их за определенные копейки. Просто доводил их до безопасного места. Отправлял конвой. После того, как он их доводил до безопасного места, те люди, у которых не было возможности идти туда, обездоленные войной, что говорится, он сказал, я беру их на себя. Я оплачиваю им их путь до безопасного места. Он взял на себя обезопасить жизнь тех людей, которые вчера и позавчера против него воевали. Это вот если вот... А, вы мусульмане, конечно, про себя будете так говорить. Это не мусульманская точка зрения. Это ученые, англичане, американцы, то, что рассказывают. Наберите поиск в интернете «Святые воины», и вы найдете эту передачу. Потом этот генерал, который... Генерал этих крестоносцев, который воевал против Саладина, он сказал ему, ты такой хороший не был бы хоть, чтобы я тебя как врага ненавидел. Я тебя ненавидеть не могу, говорит он. Ты что делаешь? Хоть чуть-чуть плохой, говорит ты, чтобы я тебя как врага не любил. Вот до такого уровня исламские полководцы доводили своих врагов даже. Это касательно врагов. А касательно ближних, что это было? Сейчас не модно уважать старших даже. Вообще не модно. Они что понимают, даже эти старшие? Че ребенок, когда растет, до достижения 15-16 приблизительно лет, самого тупого возраста, человека, по себе говорю, вас не сужу, я по себе сужу. Значит, этот человек думает, отец молодец, отец все знает. Это то, что в книгах написано. Отец знает все, он мой идеал. Когда он достигает 16-летнего возраста, он думает, я знаю все. Отец ничего не знает. Мама, аааа, женщина, что она может знать? Человек, люди, которые его родили, так, достигается 20-летней, 25-летний возраст, оказывается, отец тоже знал там чуть-чуть вещи, оказывается, он имел тоже знание чуть-чуть. Потом, когда уже этот человек достигает 40 или 50 лет, он уже думает, вот был бы мой отец, вот сейчас я с ним вот это обсудил бы, ему рассказал бы это все. Вот что пишет в религии. Рай находится под ногами матерей. Есть достоверный хадис пророка, алейхиссарату ассалям. Абу Гурайрад, сподвижник, когда выходил из дому, его мать, когда звала, он бегом шел к ним. Самый большой, авторитетный сподвижник, бегом шел к матери. И, что ты хочешь, мама? Она просто хотела его увидеть. Я тебя увидеть хочу, сынок. Он тогда падал к ее ногам и целовал землю под ее ногами. И говорил, рай находится под ногами матерей, я целую свой рай. Вот так говорил Абу Гурайрад. Это сподвижник. Это сподвижник. Вот так относился он к своей матери. Дальше, кто из нас сейчас, когда мы здороваемся с матерью, кто из нас это сейчас делает? Кто из нас матери руку жмет и целует ей руки? Кто из нас целует ей лоб? А кто и кого достоинство позволит ему поцеловать твои ноги? Ты вообще должен оттуда вообще не вставать. Если человек, раньше там он, если он верит в слова пророка, он должен так и поступать. Отношение к взрослым людям. Пророк, к нему пришла бабушка одна и говорит, мой муж меня угнетает. Почему? Потому что всю мою молодость, он съел мою молодость, косвенно говоря. Когда я уже перестал ему ровлять детей, он говорит, меня бросил. И когда в этот момент пророк, салли, там сидел, не спослался аят, который гласит, Всевышний Аллах услышал голос этой женщины. Когда мусульманин, имам рассказывал там, в Дубае как раз рассказывал имам, потомок пророка, он рассказывал, вот так же, когда мусульманин слушает беду другого мусульманина, Аллах, вот если, допустим, этот человек попал в беду, я пошел, я ничем не могу помочь. Я должен спрашивать, как он тебе делать, что ты хочешь. Если он мне расскажет, я его услышаю, Аллах исполнит его нужду. И мне будет вознаграждение, как будто бы я его исполнил. Вот что говорит ислам отношения друг друга. Вот что говорит ислам, когда бабушка приходит, жаловаться на своего мужа, Аллах слышит эту бабушку. Умар, разли Аллаху амху, когда находился со своими сподвижниками, это воины, это мужчины настоящие, алимы, авторитетные люди, он с ними проходит, и ему, Умар, говорит одна бабушка, бабушка приходит, он наклонился к ней, послушал ее, послушал, послушал, она говорит, 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 и еще раз говорит, говорит ему, а он слушает. Эти тоже ждут там, стоят на улице, ждут. Долго говорила, и она ушла, он вернулся, они говорят им, ты из-за бабушки поддержал столько людей, что она говорила тебе, вы не знаете, что ли, кто это? Это та бабушка, которой Аллах послушал, ты что здесь говоришь? Если бы она мне до утра здесь разговаривала бы, эта бабушка, до утра, до следующего утра, имеется в виду, я пошел бы, делал бы намаз, вернулся бы, до утра ее слышал бы здесь. Вот отношение к взрослым людям, какое отношение к взрослым людям, это кто такой, это Умар, это рядовой, не рядовой мусульманин, это халифат, халиф главного, главный, главного халифата. Вот кто-то, что делал, Умар, относительно своих подданных, верных или, мусульман или не мусульман. И напоследок, давайте затронем тему про нашего имама, имама Шамиля. Известный случай, историки не дадут мне соврать, известный случай, про то, что имам Шамиль построил введенную церковь. Почему? Почему построил он его там? Неверных же надо убивать, даже по мнению этих фанатиков, как всяких. Потому что нет такого понятия, убивать неверных, такого понятия нет. Убивать врагов, вот если у вас кто-то хочет убить, его убивать, это понятие в исламе, что ли? Это понятие называется законодательство, самооборона. Это, кто с этим подспорит? Если тебя кто-то убивает, что с ним делать? Масло же на него не намалишь. Самооборона, понятие такое есть. Но понятия убивать неверных нету. Есть понятие наставления неверных. Вот такое понятие, наверное, есть. И доброе такое отношение к иноверцам тоже есть. Вот на примере пророка, алейсуалату вассалам, вы это увидели. И даже были поселения, которые имам Шамиль, по указу имама Шамиля, построили вот эти солдаты, которые убежали, не выдержали тот режим тогдашний. Ахуаха. Вот, пожалуйста, Ахуаха есть, говорит. Вот это поселение, где жили эти русские солдаты. И даже были битвы, в которых они принимали участие на стороне имама Шамиля против Пушкина. И так далее. Пушкин, вот эти все, вот эти вещи, вы больше, чем я знаете. Вот истинный ислам. Вот. И исламу оценку надо давать вот по этим критериям, а не по тем людям, которые пару букв. Вы поверьте нам на слово, мы постоянно дискутируем с ними. У нас бывает дискуссия, ну дискуссия бывает, когда два ровных человека спорят о чем-то. Это бывает бессмысленный спор. Дискуссия это не назовешь. Человека спрашиваешь, ты хоть одну арабскую маленькую книгу читал сам? Одну, чтобы говорить за ислам. Он говорит, нет, ты основу религии знаешь, а ну намаз, сколько еще надо делать, чтобы намаз не портился? Не знаю, нет. А он уже решает глобальные вопросы. Так, этого казнить, этого помилуя. Он кафир, а он не цемент. Вот такие вопросы решает он. Это все свидетельство нашего невежества. Поэтому нет понятия, вот это понятие просто для, вот, говорится, светское и религиозное образование. Нет такого понятия. Все, что полезно по исламу, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка, сын, отцу пришел. Хорошо, то, что полезно для человека. Плохо, то, что вредно для человека. Вот какую оценку ислам дает добру и злу. Поэтому образование, будь оно светское, его сейчас принято назвать, будь оно исламское, это хорошо, потому что это полезно для человека. Поэтому не оставляйте этот момент без внимания. Великий какой-то исследователь, я не помню имя, когда пришел и посмотрел вот этот Дагестан, Северный Кавказ, во время имама Шамиля, он сказал, чрезмерно по виду дикие и чрезмерно грамотные люди. Все говорят, могут читать и писать, потому что каждый шестой во время имама Шамиля имел высшее образование, каждый третий имел среднее образование. Поголовно. Все письма наших предков, письма наших предков, они писали на арабском. Даже по-аварски они писали на арабском. Ну, и исламское государство, да? Поэтому высшее образование в какой-либо отрасли все исламскими знаниями не могут заниматься, но хотя бы чтобы выработать иммунитет против заразы, мы обязаны своих детей учить и отправлять их в нормальные школы, которые не сомнительного происхождения. Хотел чтобы вы рассказали о хиджабе, они, наверное, имеют в виду исламскую одежду, как ее еще принято назвать. Вот хиджаб, вот эта исламская одежда, ношение подка, это не повод для провокации. Многие люди, которые носят вот эту исламскую одежду, провоцируют других людей и раздражают их. Нельзя раздражать других людей. Что такое исламская одежда? Это не окутаться в черные. Исламская одежда это женщина, чтобы носила одежду, платок и другую одежду, которая прикрывает ее все, кроме лица и кистей рук. Вот что такое исламская одежда. Ни черная одежда, ни в коем случае. Черная одежда в наше время, почему я выделяю именно черную одежду? Не потому, что эту черную одежду носить само по себе харам. Не запрещено носить черную одежду, но в данном случае запрещено запрещено. Потому, что это черная одежда какие-то женщины, я не осмелюсь назвать их мусульманками, убивали детей. Черная одежда кого-то люди взрывали и так далее. Уже эта черная одежда всем надоела. И когда человек, женщина носит черную одежду, она ведет работу против ислама. Раздражает людей и настраивает их против ислама. А по исламу женщина должна носить одежду, которая не выделяет ее из толпы. Не выделяет из толпы. Серая одежда, не остык нашел. Есть серая или другие тона. Другие одежды можно носить, которые ее не выделяют из толпы. Вот это она должна носить. А так приходят черные одежды специально умышленно раздражают других людей. это все делает харам и запрещено. Если станет опасным не только для женщины, для мусульманина, допустим, станет опасным носить тюбетейку, этому человеку эту тюбетейку носить и подвергать себя опасности, запрещено, нельзя. Это же не дурак он, он должен быть гибким, они промалинейны. Поэтому было время, когда учителям исламские заведения и так далее, люди, религиозные деятели ходили в шляпах. Шляпы носили. Некоторые из них было дело даже курили. Люди, которые не курят, просто куют и поют песню и идут читать Коран. Почему? Потому что чтение Корана тогда преследовалось. Курение харам, никто с этим не спорить. Приходилось же. Почему? Когда есть две беды, во избежание наибольшей беды, малая беда берется. А тут и беду не надо брать. Другую одежду просто одеть, хватает. А кто оделает черную одежду, он не за ислам это делает. Он сам того не знает, если он знает или не знает. Он провоцирует людей против ислама. Поэтому одевайте платок. Моя родственница училась в Москве, и она всегда носила платок. К ней учителя в Москве относились с восхищением. Почему? Потому что она отказывает себе в некоторых вот этих удовольствиях, которые не под силу отказаться им всем. Она единственная девушка в этой московской школе была, которая носит платок. Никто ее не раздражал, никто ее не напрягал и так далее. Есть, конечно, случаи, когда вот здесь пишут в второй школе и так далее. Могут быть такие случаи в разных школах. Они прокомментируют это. Но это в основном бывает. Провокация этих же самих же людей, которые носит вот эту черную обежду. Спасибо.